Соколов. Юцевич принимает переходящий мяч. Как сыграл Павел Панков. 4-3. Не стал скидывать. Завис в воздухе связующий Динамо. Так делать нельзя. Ой, как здорово. Одной рукой Ковалев. Блестящая передача. Блестящий эпизод в исполнении Ковалева. Еще одна подача. Сетка смягчает. Теперь справляется. Но ночь уходит на сторону Динамо. Еще будет одна атака. Теперь быстро в край на Семышева. Классная передача капитана команды Динамо. Ну, в первой партии... Ну, выглядело хорошо. И вот очередная атака без блока. Неплохо, но справляется Либера. Клюк, а не вышел даже на... Не успел. Редко в современном волейболе бывает так, что нападающие оказываются без противодействия блокирующих. 22-15. Ну что ж, три очка отделяет Динамо от победы. Я не буду говорить, как сейчас проходят матчи в Казани и Санкт-Петербурге. Кому интересно, сам посмотрит. И подача у Зенита Федор Баранков снова затрудняет в Александра Костадинова. Только я его похвалила, что он принимал первую партию здорово. Так сейчас не может никак довести мяч до своего связующего. И Зенит выходит вперед. Какая сегодня без эйсов. И здесь переходящий мяч, как Панков здорово сыграл. Браво. Илья Власов. Вот он первый тэп, пожалуйста, на Дмитрия Лызыка. Что дальнейшем посмотрим. О, какой красивый байп от Толбереса. Гребенников на приеме. Тут я не помню, по-моему, еще ни одного эйса, да, нет у Казанского Зенита. У Питера точно на вылет подавал Яковлев в первой партии. А вот у Казани я пока не помню такого чистого эйса. 15-12. Пока не могут сняться Семышев. И здесь не получается сняться с подачи Воронкова. Будет атака у Зенита. Пушка какая Федора Воронкова. Четыре очка подряд на подачи Воронкова набирает Зенит. 9-6. 22-23. Это Клюка. Идеально был сыгран пайп. Вот это вот та высота, та скорость, которая нужна Егору. Укороченный от Ковалева внимателен Каленковский. Атака достается Ивовичу. Ну и Егор Клюка обманывает блокирующих. Классно выдернул на себя Егор. Двух игроков в центре сетки практически Ивович поверил. Смотрим еще раз за подачей Андерсона. После таймаута не стал силовую. На карте сделал Мэтью. И снимается строитель. 7-13. Это Роман Пасовец. Пайп. Подача легкая для приема была. Поэтому и комбинация стандартная. Хороший прием Урцева. Хороший прием. Смотрите, как красиво, красиво вывел. Контр-атака «Зенита». Это Федор Воронков. Мяч по-прежнему в игре. И снова Федор. А теперь будет атака. В исполнении Андрея Титича на тройном блоке. Оставляют его без блока. И напрасно. Собрались три блокирующих. Видимо, была команда отмены блокирования. Оноши Пайп. Да. Сентрис сам принимал и сам атакует Пайп. И защитник Воронков касается решения. Только поправки Мару Курбанову. Здесь отличный прием. И вот он Пайп, о котором говорился с главным Константиновым. Константинов готов был Марк Курбанов. Классно вылетел. И ничего не мог сделать защитник «Зенита» с этой атакой. Купок России и у мужчин, и у девушек. Разыгрываются в рамках одного из туров регулярного чемпионата. Андрей Сурмачевский. Через трос. Все, мужик спокойно принял. А вот это Пайп Ярослава Потресных. И сразу он даже извиняется перед Александром Маркиным. Хоть и не попал ему ни в лицо, ни в грунт. Просто настолько мощная получилась атака у Ярослава. Край. Клюка справляется с приемом и самому атаковать. Ой, как здорово. Тяжелая для него была ситуация. Чуть не столкнулись с Гребенником. И Лызик. Здорово. Этот прием перевели в первый темп. Ставик Астабинов, разумеется, более моложе, нежели... Иван Луфьяненко. Это Ашуэс. Вы знаете, я думаю, почему так сегодня комфортно и... Играть в волейбол. Вот. Не просто тоже классная игра. А теперь за лицевую линию Фанурка-Юмов, которая заставляет мучиться с приемом соперников. Их прибыл на стороне одинаковцы. Чистая сетка перед Дмитрием Каленковским. 4-1. Который вышел вперед. 15-14. Яковлев здорово с Каленковским отрабатывает. Полетайло. Прихватили блоком. Есть возможность атаковать у Зенита. Вновь доигровка. Ну и Егор Клюхов с задней линии. На чистой сетке остается Егор. Блокирующего Новосибирского локомотива. Тем более в него подача и летит. И переходящий мяч. И Дмитрий Лызик забивает. 19-16. На ваших экранах сейчас был. А здесь в деле Амар Курбанов. Отличная подача. Но здорово действует и Федоров. Ну а здесь Дмитрий Волков. То есть разобрали скрупулезно буквально Новосибирск. Локомотив, как играть против сибиряков. В данном моменте, мне кажется, все уверенно, уверенней. Все он действует в Новосибирске. Есть еще одна защита локомотива. Но что-то проблемы со второй передачей пока. у ребят. Здесь снова передача на Титана. И здесь он отлично забывает. Вообще без блока. Вообще без блока. Делает это все. Вот так вот аккуратненько. И видите, даже вот такие простые подачи уже вызывают. Так. Не надо будет. Все понятно. Майка подал. Майка завершил. Он ушел за. Еще одна подача Амара Курбанова. Совсем в другую сторону. Справляется Чанчиков. И здесь идеальная доводка. И Владислав Юцевич без блока. Пайп. Здорово. Клюкос сыграл и на приеме. Воронков. Блок такой хороший. Но продолжение. Продолжение атаки. Еще раз. Обман не проходит. И пайп. Да, красивая комбинация в контратаке. Красиво. И за спиной. Хороший момент был для обоих команд. Посмотрите. Ну и девочки вообще, конечно, приятно удивили, честно говоря. Выиграл суперкипл в Ленинграде. Чемпионок на их площадке. Роминка со счетом 3-0. Забил. И пошел удавать сам. Уже касается мяч троса. Первый темп у гостей не проскочил. И уже Амар Курбанов в задней линии. Попадает в площадь. И со второго касания решил атаковать. Я думаю, что может быть сейчас посмотрит Александр. Курбанов подавал в первой партии. Федоров справился с такой пушечной подачей. А Волков, который Александр, который капитан, первым темпом не оставляет шансов никому. Из соперников 6-3. Волков вколотил мяч и за ним сам чуть не полетел. Сиденко с первой зоны атаковал. Классная подача. Есть переходящий на сторону АСК. И здесь классный файм практически на чистой сетке. Курбанов там с центром остался. И уже 18-14. Бит 4. Это запомнили в твой момент? 9 мячей подряд отыграли. Сейчас 8 пока. Вот 10. Отыгрывали, отыгрывали. Солком здесь. Заставил подражать красноярским приемом. Но выдержал унисей. Как здорово. Как великолепно. Красноярцы разыграли эту комбинацию. Ну и Осипов. Нагаяц принимает его подачу. Катич в атаке. Как неудачно сейчас сыграл. Ковалев такой пас сделал великолепный.